Вологда Культурных инициатив уже не первый год, не первый раз поддерживает фестиваль Виталайс. И мы рады возвращаться в Вологду, рады видеть Вологжан и, конечно же, хотим привезти им замечательную коллекцию. В прошлые годы мы привозили коллекцию Юдашкина Валентина Абрамовича. В этот раз мы привезем коллекцию Александра Васильева «Историка моды». Коллекция будет порядка 40 работ. Это платье из периода конца 19-го, начала 20-го века. И обязательным условием этой коллекции будет присутствие кружев в самом костюме. Александр Васильев приедет на открытие выставки. Единственный момент, что выставка с самим Васильевым будет открыта чуть раньше, чем в самом фестивале. На сегодняшний день у нас около 500 заявок от мастеров, от художников, искусствоведов, людей, которые коллекционируют кружевом, занимаются кружевом. Мы ждем гостей из 30 регионов России, а также из-за рубежа, из Германии, Австралии, Франции, Словении и из ряда других стран. Сейчас идет очень активная организационная подготовительная работа. И надо сказать, что в этом году мы даже немножко меняем формат и концепцию фестиваля. В рамках фестиваля состоится дефиле модных коллекций с использованием кружева, ручного кружева, машинного кружева. Мы приглашаем дизайнеров из Москвы и Санкт-Петербурга. И даже есть предварительная договоренность с молодым дизайнером из Италии. Сейчас тоже мы ведем переговоры, чтобы показать ее интересную коллекцию. Приезжали, например, представители бренда Ульяна Сергеенко. Это довольно известный дизайнер, который работает с Вологодским и Елецким кружевом. Если вы вспомните, что в ее наряде выступала певица Бьонсе в кружевной накидке, которую она разрабатывала и заказывала именно в Вологте. Так что у нас есть договоренность с этим брендом, что мы покажем ряд костюмов в музее кружева в Вологте во время фестиваля. Конечно, в этом году во время кружевного фестиваля мы не обойдем вниманием и массовую акцию. Она состоится в Вологодском Кремле и будет она называться «Аллея кружевниц». И, собственно, мы делаем, чтобы наши посетители этой акции могли вживую пообщаться с кружевницами, попробовать получить самый первый мастер-класс кружевоплетения. Важно, что на этой акции «Аллея кружевниц» будут принимать участие не только вологодские кружевницы, но и мастера из других регионов и из-за рубежа. Они покажут, как выполняется кружево у них, какие есть нюансы, какие есть новые технологии, какие ниточки они, в конце концов, используют. И можно будет, например, попробовать Михайловское кружевоплесни, не только вологодское, или как это делают мастера из Австралии, что они используют, какие даже коклюшечки, какие инструменты они используют. КОНЕЦ